Tecno Common 20 Pro против Tecno Common 20 Pro 5G То есть сравнивать их абсолютно бессмысленно Оба очень классные Привет, друзья! Вы на канале QG.RU С вами Андрей И у нас сравнение Сравнение, по-моему, одно из первых Tecno смартфонов Которые вообще у нас когда-либо были Tecno Common 20 Pro в левой руке Против Tecno Common 20 Pro 5G в правой руке Отличить их достаточно просто, на самом деле, по заднему виду Это вот эта вот панелька керамическая у версии 5G присутствует Она же присутствует у Premiere 20 Pro он выглядит попроще немножко На самом деле Tecno очень просто Представили 4 телефона Tecno Common 20 и 20 Pro они в одном дизайне Tecno Common 20 Pro 5G и Tecno Common 20 Premiere Вот в подобном дизайне Отличий, на самом деле, у них много Несмотря на то, что цель этого видео Как раз-таки вам показать наиболее наглядно Разницу между этими смартфонами Потому что разница в цене у них есть И она достаточно значительная Но кто-то может подумать, а зачем платить за 5G Если вот есть 20 Pro, допустим Сейчас я вам простыми словами Быстренько все это объясню Пока посмотрите по ссылке по видео Сколько стоят телефоны В каких цветах есть и версиях С быстрой доставкой, трехлетней гарантией Как мы любим в QQ, как обычно Ну а останутся вопросы Все ждем в комментариях под видео В нашем Telegram канале И, собственно, под этим видео Тоже можете что-то писать и спрашивать Ну и, конечно, напоминаю Про наш еземесячный розыгрыш Одного классного смартфона И множество промокодов На покупку в нашем магазине Условия крайне просты Пишем комментарии под этим видео на YouTube Засчитывается только один Подписываемся на канал Открываем подписки в настройках YouTube Дальше сидим за анонсом В прямом эфире в следующем месяце Мы выберем победителей А главный приз один смартфон Отправим в любую точку Российской Федерации Удачи Сразу скажу, что комплектацию Телефонов позволительно похоже Они не имеют пленок на дисплеях Пленки в комплекте лежат Там же есть 33-ватта зарядка Плотный такой силиконовый чехольчик И, в принципе-то, и все Да, то есть комплект неплохой Еще раз отмечу Отличный чехол с обоими телефонами Пленка дополнительно лежит в комплекте Но предлагают наклеить То есть завод она не наклеена Ну и, собственно, зарядка 33-ватта, в принципе, тоже неплохая Хотя здесь она одинаковая И в прошке, и в 5G-версии ее Хочу сказать, что телефоны, да, действительно Совпадают по внешнему виду Задняя часть вот здесь вот Она выделена такими треугольничками Симпатичной и внешне смотрится Имитация под эко-кожей Это пластик Но вот видим, конечно, серьезные преимущества Больше намного нравится сразу дизайн У версии 5G Вот эта вот панелька керамическая Очень сразу выделяет телефон сам по себе Ну и здесь видим как раз же, опять же, на Pro-версии Здесь затычка по камеру вынесена во второй слот То есть во второй кружочек В то время как у 20 Pro 5G в принципе три камеры Третья вынесена вот в эту вот вспышку круговую Вопрос в том, что по элементам управления телефона Вообще ничем никак не отличаются По-моему, использовали фактически одни и те же болванки То есть в одном месте находится даже прорезь для второго динамика Стерео в обоих телефонах есть А вот второй микрофон для шумоподавления Есть только в 5G версии Оба телефона работают с двеносимками Картой память Есть разъем для наушников Type-C для зарядки на 33 ватта То есть в принципе по габаритам По весу, по ощущениям в руке Они абсолютно совпадают По дисплею разницы у них тоже отсутствует в принципе В обоих телефонах стоят отличные за свою цену дисплея 6,7 дюйма AMOLED матрица 120 Гц Частота развертки И при этом частота мерцания 1920 Гц То есть проблема шима отсутствует в обоих телефонах Функции причем абсолютно идентичные All is on display Все настройки и так далее То есть сравнивать их абсолютно бессмысленно Дисплеи здесь одинаково хороши в обоих телефонах Оба очень классные И все функции присутствуют в равной мере Разница начинается Первая серьезная разница Начинается с процессора Common 20 Pro 5G имеет процессор Mediatek Dimensity 8050 Оперативной памяти 8 ГБ И накопитель UFC 3.1 В то время как в 20 Pro версии Это Mediatek Helio G99 Оперативной памяти также 8 ГБ И накопитель UFC 2.1 Не буду ходить вокруг да около Для тех, кто не играет в игрушки Что жалую, что разницы производительности значительной Такой не будет Но если просто, то конечно быстрее Мощнее намного процессор, который установлен в версии 5G Практически в два раза превосходит он его по баллам, которые набираются в Antutu Но что важно для тех, кто играет, допустим, в игрушки Хотя бы иногда там какие-нибудь сложные Обратите внимание, что в тесте Видеоядра Techno Common 20 Pro с Helio G99 набирает 54 тысячи баллов И почти в четыре раза больше набирает Demensity 8050 Demensity 8050 это переименованный 12.00 Demensity 13.00 Это один и тот же процессор по большому счету Поэтому само собой Demensity намного лучше себя показывает Здесь Mali-G77 И Mali-G57 в G99 Намного больше именно для игрушек Для таких сложных производительных задач Больше подходит, конечно же, версия 5G Techno Common 20 Pro 5G Намного больше Можно подограть здесь большее количество игрушек На максимальных настройках То же самое Genshin Impact и так далее Здесь, правда, есть следующий нюанс Намного больше греется Также версия 5G Проблема троттлинга присутствует Также только в версии 5G То есть при игре, при длительном нагреве Процессор начинает нагреваться И телефон сбрасывает частоту Таким образом понижая производительность И со временем понижая температуру До которого нагрелся телефон Чтобы он просто не обжигал вам уже ваши ручки Это не сказывается значительнейшим образом На каких-то игрушках На них все равно комфортнее играть На версии 5G Но вот такая проблема троттлинга присутствует Но эта проблема троттлинга Немножко более объемная И она сказывается на автономности И вот это следующий пункт Отличий, которые есть у этих двух смартфонах Причем на бумаге опять все одинаково 5000 мА батарейка в обоих телефонах Зарядка 33 Вт в комплекте Поддержки беспроводной зарядки нет Так вот, суть в том, что версия 5G живет, конечно, меньше Меньше, причем на процентов 30-40 До конца дня его должно хватать Но, конечно, вот Tecno Command 20 Pro живет дольше Живет дольше, ну, ощутимо дольше Заряжаются они оба до полтора часа А вот по скорости разрядки Обычный, более младший, более дешевый 20 Pro Выглядит лучше За счет более сбалансированного, более холодного процессора В первую очередь И с камерами, в принципе, разница Это тоже по селфи камерам отсутствует полностью 32 мегапикселя и там, и там Хорошие селфи, по ней идет блокировка по лицу С одинаковой скоростью То же самое касается и отпечатка пальцев Основные модули камер отличаются даже количеством В 5G версии это три модуля, 64 мегапикселя, плюс 2, плюс 2 Макрокамера и портретная камера В версии без приставки 5G, Tecno Command 20 Pro 64 мегапикселя, основная камера также Макрокамера 2 мегапикселя И затычка, которая не камера вообще Ее просто здесь нету Важное еще отличие Те, что в 5G версии присутствует оптическая стабилизация в камере И хочу сказать, что есть у них все равно Некоторая общая проблема у этих двух камер Но если очень просто, то опять же 5G версия по камере намного лучше Чем версия 20 Pro Причем во всех условиях И днем, и вечером, и в авторежиме И в ручных режимах, и в ночных режимах И в съемке видео 4К пишет 5G версия Видео какое-то более плавное По камере однозначно версия 5G тоже лучше Причем значительно Общая странная проблема, которую возможно пофиксят в этих телефонах С помощью прошивки попозже Это мыло, которое присутствует действительно во многих режимах И почему-то она появилась вот именно и в 20 Pro И в 20 Pro 5G То ли действительно модуль один Но почему такая-такая разница в общем качестве съемки получается Оптика еще отличается Или обработка процессоров и деменности становится лучше, не знаю Но по камере просто однозначно вот 20 Pro 5G лучше По связи, звук и систему, то здесь телефоны одинаковы Стерео есть в обоих телефонах Есть разъем для наушников Две сим-карты GPS, GLONASS, NFC Wi-Fi Все работает абсолютно одинаково То же самое, оба телефона работают в части системы Оба на 13-м андроиде Оболочка HiOS от компании Tecno Функционал тоже полностью идентичный Подводя итог, все довольно просто Tecno Common 20 Pro 5G Мощнее, лучше снимает Меньше живет в части автономности И в принципе дороже стоит, само собой И поэтому здесь достаточно наглядно Я постарался вам показать, что Tecno Common 20 Pro за свои деньги тоже очень даже неплохой Крепкий телефон Но 20 Pro 5G, конечно же, лучше Если для вас вдруг интерес стал представлять эти два телефона То они оба очень красивые, симпатичные С классными дисплеями С довольно быстрой зарядкой С хорошей производительностью В 5G, конечно, лучше Ну вот, дальше вопрос Что важнее вам Продавательность камеры Выбор 5G Автономность Выбор 20 Pro Ну и в принципе за свои деньги Оба телефона весьма и весьма неплохи Понятно, что конкуренты у них еще другие есть Другие компании Но это совсем другой вопрос Если у вас какие-то вопросы остались И это видео было для вас полезным Надеюсь, вы поставите нам лайк, подписку, колокольчик Перейдите по ссылкам под видео еще раз посмотреть Сколько телефон стоит А я на этом с вами прощаюсь С вами был Андрей Кюк.ру Пока Субтитры сделал DimaTorzok